Моя задача показать положение вещей в нашей области в такой маленькой стране, как Бельгия. Эта, кто уже посещал Бельгию, она знает, что это маленькая страна, но очень сложная, и подход к ней должен быть мультидисциплинарный. У нас две разные части, это франкоговорящие и фламандская часть, которая там, а Брюссель где-то в середине. Брюссель – это не просто Брюссель, это нечто. Мне бы хотелось поговорить сейчас о проблеме колоректального рака. Это третий вид рака среди мужчин и среди женщин. И он представляет 30% всех диагнозов, которые делаются по всей Европе, онкологических диагнозов. Я бы хотел делать этот доклад для того, чтобы дать вам впечатление о том, как выполняются европейские рекомендации по колоректальному раку, как делается скрининговая программа, и как это проводится в нашей стране, и что есть два различных пути скрининга. И у нас две сразу – фламандскую и франкоговорящую программу скрининга. И вот вопрос в том, как эти обе системы внедрить в одной маленькой стране. Это у нас популяционно основанная стратегия. Люди в течение определенного возрастного интервала, они должны проходить скрининг. По одной из программ это получается в возрасте с 56 лет, в другом возрасте – до 50 лет. В Бельгии хорошая экономическая система, но все равно есть проблемы, связанные с бюджетом. При этом этот тест проводится каждые два года, и человек, которому делается этот тест, результаты, материал отправляется в центральную лабораторию, где эти результаты оцениваются. Теперь я рассказал вам, как это проводится. И вот категории лиц в пределах данного возрастного интервала направляются в одну центральную лабораторию. Это анализ бесплатно. Государство оплачивает все это дело. Анализ, результат присылается в течение 40 дней по почте. И затем, в зависимости от результата, планируется колоноскопия. Проводится тест IFOP. На основании этого теста IFOP делается дальнейший вывод. И на следующий год мы работаем со следующей когортой, которая предназначена для тестирования на следующий год. Если вы обратите внимание на рекомендации в Европе, то вы увидите, что там участвуют в этих программах 60% населения в среднем. Это не такой непоголовный охват, к сожалению, по Европе этих тестов. Но если в сравнении с Нидерландами, со страной, которая рядом с нами, то у нас, в общем-то, повыше охват. Вот 50%, ну, где-то 45-50% населения у нас участвует. Им проводится такое тестирование на регулярной основе. Ну, вот они, тот нижний предел, который мы используем, то есть, который мы имеем в виду, это 10% позитивность, 10% позитивных результатов. И эти больные потом направляются уже на колоноскопию, если этот тест положителен. И вы получаете, вы проводите тест, вы получаете результаты, потом дальше направляясь на колоноскопию. И обычно вот время оборота, согласно рекомендациям, это 60 дней. И мы можем оценить при этом влияние самой процедуры колоноскопии на эффективность диагностики. То есть, проходит некоторое время между тестом и колоноскопией, но все равно это небольшое время. Какие проблемы? Прежде всего, я хотел бы обратиться вот к вопросу о системе. на тот нижний предел возраста, когда начинается скрининг этих колоректального рака. Я бы сказал, что этот предел достаточно высокий, потому что есть более молодые случаи этого рака. И к тому же еще хотел бы обсудить вопрос об эффективности колоноскопии, о том, насколько это хорошая диагностика. И, кроме того, есть, и раз у нас одна лаборатория, которая проводит такое исследование первичное, то она должна иметь очень хороший контроль качества теста для того, чтобы говорить о том, что это позитивный тест, но действительно позитивный. Что касается отреаккредитации, то в некоторых европейских странах есть аккредитация для колоноскопии, так, ну, а аккредитационная система, которая используется, проводится тысяча колоноскопий, ну, у нас она проводится хорошо, то есть все, то есть, ну, работа, тем не менее, ведется. Теперь хотелось обратить внимание на клинические учреждения, контингент больных, это в среднем 55 лет, колоноскопии проводятся, кроме того, и если при колоноскопии, допустим, выявляется рак, случай рака, вот, к примеру, это женщина 54 года, и у нее вот ее параметры по фламандской программе приглашена, умеренно дифференцированная карцинома выявлена при анализе колоноскопического материала, и дальше вопрос возникает, как дальше вести себя с этим, как у нас себя ведут с такими больными. У нас центральный орган, который в настоящее время, который выдает рекомендации, то не только по колоректальному раку, но также и другим, ракам других локализаций, он образовался в 2014 году, то есть он координирует всю эту деятельность, и вот, например, здесь этап 2, стадия 2, простите, как вести себя, здесь написано в этих рекомендациях, то есть здесь нужно исходить из дифференцированности этого рака, и из этого назначается лечение, и либо это хирургическое лечение, исходя из своих показаний, либо иное. Значит, при третьей стадии необходима адевантная терапия, основанная на акселе платине, это комбинация, которую мы используем вот у этих больных, и становится даже еще более важным проведение иммунотерапии, это становится все более актуальным при метастатических формах, и тестирование следует... Таким образом, и это дальнейшее тестирование нужно проводить таким образом, как можно в более раннем возрасте все-таки, поскольку опасность существенно и есть и до 50 лет. Что касается... что касается... здесь... здесь... в основном мы опираемся на то, что основное, то, что мы выявляем, это уже стадия 2, стадия 2А этого рака толстого кишечника, и вот это, так сказать, основное, с чем имеет дело врач после положительного лица по колоноскопии. И в этот момент мы... когда было... И вот опять, возвращаясь к этой больной, было проведено вот радиоиммуноэссей, который показал повышение соответствующего антигена маркерного, и в каждой стране убежден, что важно проводить взаимодействие междисциплинарное разных специалистов. Но это... Но эта дискуссия не всегда приводит к истинной пользе для пациента. среди врачей имеется раз... Разумеется, есть различные практикующие врачи. Есть врачи-практикующие, которые больше обращены в социальную сферу и обращают внимание на коморбидность, на сопутствующие болезни. И мы работаем с радиологами, и с хирургами, и с онкологами, которые более специализированы, а также и поатанатомы, которые становятся все более важными персонами здесь в большей степени, чем раньше. И у нас есть ощущение, что нам нужно делать больше, для того, чтобы гарантировать, чтобы обеспечить лечение не только колоректального рака, но и возможных сопутствующих состояния. В 2003 году мы решили, что вышел соответствующий закон, как создавать центры, которые бы занимались именно онкологией. И часть закона четко указывает, что каждого больного нужно обсуждать с специалистом нескольких дисциплин. через 10 лет после этих мультициплинарных дискуссий мы к этому пришли, почти всегда 90% не только в Брюсселе, но и по всей Бельгии имеет место 90% на дефицит. Это так. Дальше, если мы обратим внимание на рак молочной железы, большинство больных здесь тоже обсуждается на мультициплинарном консилиуме. Но есть, но к сожалению, есть большое различие между исходами рака молочной железы и меланомии. к меланомии несколько иные подходы и здесь другие результаты. Что также важно, это создать систему работы. Еще очень хорошо это система возмещения расходов на диагностику и лечение. Этот вопрос решается также на мультициплинарном консилиуме. правительство говорит ему заплатим вам, но нам нужно иметь, быть убежденными, что все очень хорошо зарегистрировано, внесено в раковый регистр. Вот почему у нас очень сильный и качественный уровень регистрации раковых заболеваний. Это данные на 2013 год, но сейчас опубликовано по 2014 речь идет и о встречаемости разных видов заболеваний, заболеваемости и данные об исходе заболеваний у больных с различными видами злокачественных новообразований. Что касается уже более 6 тысяч случаев ежегодно имеется случаев рака толстой кишки соответствующей смертностью там указано и у 50% населения к сожалению случаев это стадии 3 или 4 рака и мы должны иметь контроль качества по всем больным которым основанное на заключении мультидисциплинарного консилиума. что касается качества регистрации больных их абсолютно достаточно высокое правительство тратит много денег на инновации и на развитие ухода за больными и хотя этим занимаются в основном онкологи но больные идущие на химиотерапию или радиационную терапию они взаимодействуют со множеством людей которые участвуют в их обслуживании и уходе в частности начиная с диагноза колоректального рака и рака других локализаций это команда не только врачей но в нее входят также и психологи социальные работники волонтеры медсестры санитары и досиделки и так далее и все это мы делаем для того чтобы увеличить качество лечения или ухода за больным чтобы обеспечить наилучшее качество и управление всем этим которое мы имеем и вот что у нас есть еще это понятие онкологическая онкомедсестра называется это то есть она она должна быть готова дать различные советы больному обратив внимание на побочные эффекты она обеспечивает контакты с больными так называемая так называемая навигаторская поддержка и при различных опухолях различных классах злокачественных новообразований со стороны доктор всегда должен быть убежден в том что уверен в том что психолог находится в контакте с больным и оказывает нужную поддержку обработка данных дальше не только в стране но и по отдельным центрам мы должны что-то делать с множеством данных которые мы получаем вот в результате обследования при уходе и лечении больных и вы четко видите здесь что значительное число исследований возрастает основанных которые основаны на трансляционных исследованиях наиболее важные вещи которые мы делаем в Бельгии это иметь интегрированная система биобанков все большие организации медицинские которые имеют биобанки которые поддерживаются правительством страны прежде всего большой опухолевый банк и это все взаимосвязано с тем информированным согласием которое больной дает если он хочет желает желает чтобы его образец был взят дальше материал берется у больного а организация это может взять образец у больного и хранить его для дальнейшего исследования это речь идет о крови о сыворотке о тканевых различных материалах и так дальше у нас у нас у нас находится в распоряжении тысячи образцов которые могут быть предоставлены для дальнейшего исследования ну и ну и какие собственно говоря можно использовать тут препараты это все те препараты которые есть на рынке это те препараты которые доступны для лечения рака толстой кишки и больные имеют лечение без это платит за все это тоже платит правительство здесь не участвуют частные страховые компании не слышно к сожалению не слышно и этот не работает пожалуйста возьмите мой микрофон ну вот что мы уже увидели при при тестировании в частности по гену раз по мутациям гена раз ну вот к раз это на нем основаны стандарты ухода и лечения при раке толстого кишечника у нас есть централизованная система для проведения секвенирования следующего поколения ДНК которая позволяет выявлять эти мутации достаточно точно и это покрывает практически все необходимое количество анализов которые надо провести у больных с раком толстого кишечника и дикий дикий тип раз вот здесь в этом случае назначаются одни препараты если у больного колоректальный рак с метастазом то значит в зависимости от генетического тестирования у нас есть разные варианты лечения которые таргетированы не таргетированы значит нам нужно таким образом иметь по больным достаточно данных показатели качества показатели качества собранных данных и анализов затем нужно также рекомендации по качеству и поддерживать это качество это тоже важно чтобы вы имели взаимодействие и коммуникации не только внутри госпиталя вашего но также на уровне на национальном на уровне страны для того чтобы обеспечить стандарты качества диагностики лечения ухода за больными спасибо вам большое это вот картинка нашего госпиталя интересно спасибо профессор петерс действительно важная презентация интересные данные для нас спасибо спасибо и что есть вещи которые у нас на самом деле есть точно такие же с точки зрения лечения диагностики когда уже мы знаем есть опухоль но вот только что касается скрининга вам можно позавидовать у нас к сожалению скрининга рака толстой кишки нет в том виде в каком его делают в мире проводят обычно это те больные вернее те здоровые люди которые просто обращаются сами в какую-либо клинику их потом собирают в одну группу и говорят что делают скрининг на самом деле это не скрининг конечно то о чем вы говорите это скрининг и наверное для нашей страны вот этот возраст 50 лет это слишком ранний возраст потому что это большие деньги скрининг должен проводиться в рамках государственных программ и наверное если мы когда-то доживем до такого скрининга 50 лет для нас на самом деле тоже это ранний возраст наверное может быть мы начнем по рекомендациям которые международные чуть позже для больных это первое поэтому как бы мы всегда очень завидуем специалистам которые рассказывают как в своих странах как у них в странах проводится скрининг в результате того что у нас его не существует и не существует государственные программы раннего выявления тотально в стране а есть только в отдельных каких-то регионах у нас большое количество запущенных случаев и наши я называю бедные хирурги они практически не видят ранних форм они видят только дюкс местно распространенный рак ну или метастатические где делаются только цитредуктивные операции а вот с точки зрения скрининга наверное айбот айфоб наверное одна из хороших методик она с точки зрения скрининга хороша тем что это дешево это просто больной это может вернее здоровый человек может делать это сам а уже от результатов этого теста уже делается более трудоемкие более сложные манипуляции как фиброколоноскопия здесь у нас тоже могут быть проблемы потому что это требует очень хорошего оснащения это требует хороших специалистов это требует это требует мы должны как знаете в одном из заседаний по скринингу я задала такой вопрос как был близко мы подошли к тому чтобы проводить скрининг потому что скрининг это не просто раннее выявление не само раннее выявление влияет на выживаемость а то что мы потом будем делать если мы выявим этих больных мы готовы правильно их пролечить мы готовы их принять и мы готовы им сделать то что требуют гайдлайнзы мировые основанные на исследованиях поэтому независимо от того что мы на сегодняшний день я так думаю в масштабе страны не готовы так как Бельгия но хотя бы в некоторых регионах мы должны начинать хотя бы с регионов мы должны это делать безусловно и к этому надо идти надо разрабатывать эту методику обращаться государству для того чтобы это делать я вот не услышала у марка что делается с теми больными вернее с теми людьми которые имеют генетическую предрасположенность к раку толстой кишки они как-то скринируются или нет да больные с генетической предрасположенностью к раку это больные которые отправляются в генетический центр с них берется родословное и после того с них берется родословное они очень тщательно скринируются по специальным программам в генетических центрах так что мы берем глобальную популяцию за исключением генетических случаев у которых односледственно так лечение вот те гайдлайнзы которые показали вы в общем то у нас они все выполняются с точки зрения подходов да мы делаем операцию и решаем вопрос об адевантном лечении в зависимости от того какая стадия мы проводим тот же full fox в адеванте по большому счету здесь разницы никакой нет но наверное только разница в том что не все обеспечивает государство часть больные это делают за страховую компанию или самостоятельно но большая часть конечно это государственные программы и у нас в общем то наверное разногласий да не просто здесь не может быть разногласий просто мы идем ну в общем то в шаговой доступности с мировыми данными вот мульти дисциплинарная команда это очень хорошо потому что я проработала в федеральном учреждении почти 20 лет и волей случая стала работать в городском учреждении так вот я хочу сказать что что касается городских учреждений у нас обязательно мульти дисциплинарная команда каждого больного или каждую историю болезни обсуждают минимум три специалиста иногда четыре а пятый по телефону это молекулярный генетик когда мы обсуждаем по поводу больных это хирург это клинический онколог медицинский радиолог и патоморфолог рентгенологи ну и вот молекулярные генетики без этого просто не назначается лечение и больной не госпитализируется просто не разрешено потому что есть регламент нашего комитета здравоохранения без которого просто мы не имеем права его как бы перешагнуть а вот федеральные учреждения там ну каждый как бы имеет свой вес в той или иной области в хирургии в клинической онкологии и там каждый решает сам и к кому попадет этот больной такой и будет стандарт ну наверное это нужно делать вот как раз я думаю точно так же как делается в Бельгии всем независимо от уровня учреждения то что касается статистики я бы наверное сказала у нас к сожалению вот с моей точки зрения хотя мы можем говорить мы можем печатать но мы то здесь сидим и понимаем что статистически у нас хромает вот этот канцеррегистр ну даже например хваленый в Санкт-Петербурге наш канцеррегистр там нет такой директории как нейроэндокринная опухоль там нет такой директории как гастроэнсциальная астромальная опухоль а если она в кишке значит этот больной пойдет в директорию колоректального рака и соответственно мы имеем абсолютно не ту статистику это первое и второе очень часто ну и в общем то это наверное закономерно больные попадают у нас в различные учреждения и не очень серьезно подходят к заполнению форм в которых пишется правильно стадия морфологии и так далее поэтому вот мы просто завидуем Бельгии потому что есть статистический такой вот и наверное на чем бы я еще хотела остановиться это биобанк это здорово но наверное это делается для страна на самом деле небольшая это возможно сделать но у нас наверное надо к этому стремиться хотя бы в городах хотя бы в регионах вот мы сегодня только проводили заседание по меланоме и мы говорили о том есть интересный случай надо бы взять морфологию и еще раз сделать молекулярную генетику если бы был бы такой банк то наверное было бы здорово поэтому скрининг у нас по сравнению с Бельгией к сожалению хромает как у нас говорят на русском языке у нас нет конечно банка у нас хромает статистика но все что касается лечения как ранних форм так и форм поздних метастатических у нас в общем то на уровне таком которым вы говорили вот наверное все то что я хотела бы вам сказать и за спасибо Даниил Львович пожалуйста Хочется поблагодарить Марка Питерса за прекрасный доклад за такой вот показательный доклад как функционирует как надо работать вот Бельгия это приблизительно как Москва по населению там около 12 миллионов Москва тоже чуть больше 12 миллионов представитель Москвы и Москва вот не выглядит особо беднее чем Бельгия но насколько организация здравоохранения вообще организация работы разительно отличается от того что сегодня мы имеем вот в частности в Москве и по учету и по статистике и по отношению и по маршрутизации больных насколько ну просто этот доклад должны слышать руководители здравоохранения с тем чтобы понимать как надо работать потому что мы вот в основном практикующие врачи здесь мы мало можем повлиять на ту ситуацию которая есть потому что именно в первую очередь организация здравоохранения от правильного использования тех средств которые выделяются и зависит в общем-то конечный результат у нас эта ситуация к сожалению по-русски говорят эта телега стоит впереди лошади в отличии от Бельгии у меня есть может быть несколько таких вот практических медицинских вопросов вот то что касается пациентов с МСА какой процент пациентов с МСА вы вот в вашей рутинной практике видите потому что мы не так давно начали делать этот анализ на нестабильность а с учетом того что сейчас вот те лекарства которые появляются иммуноонкологические они скорее применимы именно к этой группе больных для нас очень важно как часто мы это можем вылить выявить потому что то что вот я лично вижу это довольно редкое событие для колоректального рака может быть мы не так делаем не так ищем это вот один вопрос и второй вопрос я не увидел вы исследуйте мутацию раз но мутация брав она остается как бы за скобками и вот сделается ли мутация брав в рутинной тестировании потому что опять таки стоит ли назначать ингибиторы модноклональные антитела при у больных с брав мутированным колоректальным раком я бы хотел рассказать в начале с истории микросателлиты вот у людей которые идут на одевантную терапию у нас примерно 10-12 процентов больных идут на неодевантные терапии если вы обратите внимание на метастатизирующую популяцию то примерно 10-10 процентов имеется повышенное содержание микросателлитов но мы делаем я бы сказал что да мы делаем вопрос собственно в том делаем ли мы это в рутинной манере манере я думаю что мы говорим о разных вещах мне кажется лучше бы говорить по-английски я боюсь что боюсь что перевод недостаточный так микросателлитная стабильность есть две группы больных очень молодые больные где зависит от типа больных врожденные мутации и больные старшего возраста когда вы имеете дело с нашей популяцией обе эти группы истощены как говорится мы имеем повышенный уровень мутации и мы имеем допустим здесь эффекты так называемого предшественника допустим у женщин которые у которых была мутация BRCA и если рассматриваете например наших больных с раком молочной железы то там большая вероятность найти BRCA мутации чем в западных странах однако это совсем другая ситуация для королоректального рака есть значительная часть так сказать отцов нации которых с которых пошли уже тоже геноколоректального рака аналогичные тем которые есть в раке молочной железы и тогда у одних в больных случаях будет синдром Линча а в других группах будет в 6 раз меньше 0,5 поэтому другая вещь вы считаете западная популяция более старая и мы также скажем так активное лечение часто используется для этих больных я думаю что это речь от тех больных которые подверглись хирургическому вмешательству 60 лет и больше если при этом можно говорить о том что ожидаемая жизнь будет недостаточно большого я думаю что эти больные все-таки не будут дальше лечиться активно наша популяция больных она истощена как с молодой стороны так и со старой стороны и и вот по этой причине по нашим оценкам если уберете хирургически леченых уже больных то наши оценки но это полтора процента примерно в 6 раз меньше чем на западе это уже говорилось ну в бельгии это 10 процентов в бельгии 10 процентов потому что там другая ситуация и и вы знаете БРАФ становится все более важным потому что в настоящее время мы знаем как лечить этих больных на и мы сейчас имеем мультитестовые платформы в нескольких центрах для того чтобы выявлять мутации БРАФ то есть то есть мы решаем этот вопрос не только с БРАФ но также с КРАС но и с БРАФ то есть это работает на и даже в меньшего размера госпиталях в крайнем случае это можно отослать в другую лабораторию мое мой вопрос все же состоит в том БРАФ важен важен для тех больных которые которые лечатся в клинических испытаниях и в меньшей степени для тех которые лечатся на регулярной основе вне них и мы иногда видим больных вот в Италии например и которые имеют мутации БРАФ и там там по-другому подбирается группы для клинических испытаний поэтому немножко другое соотношение и процент БРАФ поэтому разные в клинических испытаниях и в нормальной практике и в медиклинической практике разные могут быть цифры БРАФ и в